делаем с вами начинку к вишневому шику здесь у меня свежемороженной вишни 450 грамм и 90 грамм сахара очень удобные пакеты по 900 грамм вот они вишни идет и на 2 вишневого шика как раз хватает сейчас мы с вами возьмем или берите кастрюлю мне удобнее вот такой сковородки делать или сотейники правильнее мы поставим сейчас с вами это все на огонь доведем с вами до кипения и прокипятим такой не на большом но просто чтобы активный такой все таки был кипения я потом покажу вам 10 минут вот так у нас такое довольно активное кипение она не пригорит тут достаточно много влаги вот и где-то 10 минут нам вот этот лишнее благо здесь не нужно я надо как раз провариться в сиропе не будут такими кислыми станут кисло-сладкими вот так что ждем 10 минут вот смотрите сироп хорошо варился знаете еще что обязательно вот так вот все прям нити когда ягодки мягкие проверьте на косточки я сейчас это делала и нашла одну косточку то есть все равно хоть продается они очищенные но иногда бывает чтобы такого сюрприза ваш клиент не получил теперь нам надо ягоды отделить от сиропа я это делаю с помощью вот такого сита да ну не знаю как он называется прям и силиконовые лопаточки и вот так тихонечко не торопись сильно уж так не выжимаю чтобы ягода сочная осталась так сок вишни такой хорошо вареный здесь у меня находится мне понадобится 2 желтка 1 белок 90 грамм сливочного масла 35 грамм сахарного песка и 5 грамм крахмала крахмал хорошенько размешиваем с сахаром так и начинаем делать курт курт вишневый лимонный курт он основывается на лимонном соке вишневый курт соответственно позируется на вишневом соке вливаем 2 и 2 желтка и белок яйца и хорошо венчиком все проработали сюда крахмал и сахар высыпаем тоже хорошо все размешали теперь последний компонент это масло и уже вот это с вами ставим на огонь видите масло у меня разошлось уже вот непрерывно мешаем масло когда он был я просто мешал 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 он быстро очень начинает густеть как только загустеть снимаю с плиты и его надо быстро охладить все наша начинка для вишневого шика готова это проваренные в сиропе сахарном вишни это один будет слой у нас и лимонный курт вот он такой красивый маслянистый получился он еще тепленький мы сейчас его поставим это в холодильник начинки должна очень хорошо остыть рекомендую всегда готовить их накануне как сделал я торт мы будем собирать с вами завтра начинки все я готовлю сегодня так ну вы помните да что мы с вами сварили сиропе вишню вот она ведь сколько ее много и мы сварили с вами вишневый курт вот такой у нас очень нежный похож он на вкус как мусс получается вот такой вишневый корж отлежала у меня ночь под пленкой в холодильнике и вот сейчас его вытащила сняла и разрезаем на три части не так вот что что Берем подложку, кольцо. Я уже неоднократно говорила, что если вы печете на заказ, то не поленитесь, купите в кондитерских магазинах форму для сборки тортов и ацетатную пленку. Меня кто-то совсем недавно спрашивал, что это такое, как это называется. Это называется ацетатная пленка. Продается она в кондитерских магазинах. Магазин для кондитеров можно купить в интернете. Забейте просто в поисковике, подберите магазин, который вам больше нравится, можете заказать. У нас в Нижнем есть несколько магазинов для кондитеров. Но не всегда все бывает. Иногда я тоже в основном сейчас все, конечно, покупаю в Нижнем, но бывает, что и заказываю по интернету. Так, вот смотрите, мишневый шип я делаю и с белым, и с шоколадным кремом. А вот в этом случае у нас будет белый крем-чиз. Если вам нужен шоколадный, то вы растапливаете хороший шоколад, например, бабайский, темный, 50 грамм. И двум порциям крем-чиз добавляете этот растопленный шоколад. И еще раз вымешиваете, и у вас будет шоколадный крем. Начинаем сборку. Ничего тут нового нет. Крем наносим по кругу. Потом с вами расправняем. Крем наносим по кругу. В этом турце обязательно делаем бортики. Аккуратно делаем бортик. Начинка у нас много. Начинка сочная. Поэтому на бортике не жалейте крема. Теперь мы берем нашу вишню, проваренную в сиропе. и выкладываем. Аккуратненько ее разровниваем по всему диаметру. Чтобы когда отрезали кусочек, везде была вишня. Можете немножечко так утрамбовать. Но сейчас мы еще это свежим коржем сделаем. Все. Вишню положили. Кладем аккуратно следующий корж. И тихонечко так вот прижимаем. Чтобы на разрезе торт красиво смотрелся. Чтобы он у нас не так был. Ни как асоя прямой. Надо, девчонки, говорить, что так вкусно. Но вот таких ровненьких коржей не получается. Но вот это из-за того, что надо собирать, во-первых, в форме. И не торопясь. Каждый слой, вот этот бисквит, когда кладете, прижимаете, выравниваете, смотрите. Я вот так даже еще наклоняю голову немножечко, смотрю, чтобы все ровненько, чтобы мне все нравилось. Ну и опять покрываем крем-чизом. И опять делаем крем-чизом. Хороший бортик. Так, теперь у нас идет вишневый курт. За ночь он уплотнился так хорошо за счет масла. Ну, сами видите, что, в принципе, все очень просто, довольненько. Но сочетание, вот знаете, когда будет раскусывать торт, вот его есть, значит, это вишня кисло-сладкая, проваренная. И вот это абсолютно муссовый, который даже не поймешь сразу, что это такое, вишневый слой. Если вы все правильно сделали, вот, ага, видно, да? Видите, как все как раз прям вот получается тютерка в тютерку. То есть ничего лишнего у нас не остается. Это очень хорошо. И для себестоимости, что ничего лишнего нет. Если вдруг останется, ну, как-то вы немножко не доварили вишню, и сока осталось побольше. Бывает, ну, это с практикой все приходит. Ничего страшного. У меня вначале тоже, пока я вот эти пропорции все ловила, у меня иногда оставалось даже на начинку сделать 6 капкейков. Но вот сейчас я уже вишню так увариваю, уже вижу, сколько мне там сока надо, что у меня чисто вот так остается. И он получается такой плотный, очень хороший, и на разрезе прям хорошо смотрится. Реально люди просто даже не понимают. Думают, что они едят мусс. Так, опять все прижали. Так, ну и можно положить, поставить на несколько, хотя бы минут на 20-30. Давайте в холодильник поставим. А потом будем уже украшать на черновую. Так, значит, все вот мы вытащили его. И сейчас мы покроем кремом. Тоненьким слоем таким, разровняем, лишь бы вот все крошечки прилепить. И будем сделать с вами такой интересный декор к этому, этого тортика. У нас заказан с вами, у нас заказан это космос. Так, что белый это все вот основа. А сейчас мы еще будем с вами синим кремом покрывать. Так, все. Так, все. КОНЕЦ 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 Ну вот на черновую мы выровняли Сейчас Немножечко Вытрем Подложку И отправим опять в холодильник А сами будем делать синий крем Так Намешала тут я красок Синий, черный И пока Мазками такими Нанесем на торт А потом будем его выравнивать Музыка 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 КОНЕЦ Базовый у нас белый И можно даже так вот Чтобы кое-где Белый проглядывал Немножко посильнее нажмите Вот Здесь сильно снимется Мы еще добавим КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Девочки, берите на вооружение Это очень-очень вкусно Клиенты очень довольны Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ее проварить сахаром, пюре сделать. Ну, такой, как мы с вами клубнику делали, например. С сахара, посмотрите, сколько там, 70-90 по вкусу. Попробуйте, как вам будет, очень нравится. Кто-то любит слаще, кто-то нет. Ягода такая, она не кислая, поэтому много сахара не надо. Вот, проварили 5 минут. Вот она довольно густая получается. Начинили. И чайную ложку в одну порцию крема. Ну, смотрите, может, вам больше надо. Две положите, она более насыщенная будет. В зависимости, какой декор вы будете использовать. И немножечко так вот, я сильным миксером прокрутила, но все равно остаются такие белые непромессы. Ну, я их оставляю, они даже при себе так смотрятся, когда неровно. И ягодки, они хоть и размалываются, все равно видно, что крем у вас не красителем покрашен, а настоящими ягодами. Ну, это просто очень вкусно. Следующее украшение у нас детское. Вот тут я сделала мятный, вот тут розовый. И у нас будет два цвета в одном капе. Это к тому тортику мятно-розовому. Надеюсь, вам хорошо видно. Мне очень нравится в детстве, когда смешиваются два цвета, или даже три, но два лучше как-то, так гармоничнее более смотрятся. И обычно эти цвета такие же, как и в торте присутствуют. Сейчас мы еще будем украшать. Ну, вот наши капкейки. Они в стиле с тортиком идут. Там тоже вафельные цветы, печенье, маршмеллоу. Вот. Так что вот такой набор будет на день рождения девочки. Так, ну и покажу наборчик наш. Вот такой он веселый получился. Цветочками, печеньюшкой, маршмеллоу. Мятно-розовый. Я начала формировать коробочки уже для клиентов. Вот наши капкейки. И вон там, видите, такие топеры с Микки Маусами. Потом они воткнут. Топеры, кстати, очень хорошо смотрятся всегда на капкейках. Покупайте, заказывайте. Их можно на Алиэкспресс заказать. Так, коробочка одна готова. Так, визиточки положили. Вон там визитки. Логотип наклеили. Все. Коробочка одна отправляется в холодильник. Так, детский торт я тоже упаковала. Который идет этим же капом. Вот, приготовила безешки в подарок. Вот этот чуть попозже буду собирать. И эти капы черничные. А сейчас нам надо сделать еще партию капов и бисквит испечь. Так, еще я спекла вот ванильный бисквит и 12 капов. Это на вечер. Карт-кейки мы скоро украсим. И торт все скорее на черновую соберем. Вот такой высокий ванильный бисквит. Очень нежный. Ну все, можно немножко отдохнуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...